Пушкинский LG Signature Wednesday Сегодня мы обозначили тему нашего разговора «Классическое искусство в контексте современной визуальности». Я буду вести этот вечер. Меня зовут Илья Доронченков. Я заместитель директора по научной работе Пушкинского музея. А сегодня с нами Марина Тарапыгина, кандидат искусствоведения, автор первой в России книги о немецком искусствоведении Абибарбурге, который оказал колоссальное воздействие на современное искусствознание, гуманитарную науку в целом. Вежиссер, как вы заметили, Андрей Сильвестов. И доктор психологических наук Мария Фолькман. Спасибо. Вы знаете, я приветствую вопросы из зала, даю какие-то реплики, надеюсь на взаимодействие. Но пока я попытаюсь немножко порассуждать о своем видении поставленного вопроса. Мне очень трудно избавиться от ассоциаций с искусством. Понятно, это про деформацию. Я так или иначе вижу произведения искусства везде. В классическом музее, в неклассическом музее, на улице. Я неплохо считываю какие-то ассоциации, которыми играет современная визуальная культура. Довольно давно, во время одного из семинаров в Соединенных Штатах, я получил большую прививку. Visual Studies не купился на эту приманку, но понял, что без понимания того, что есть визуальная культура, и она шире, чем наше любимое большое чистое в башне слоновой кости проживающее искусство, без понимания этого обстоятельства, того, что образы составляют некую универсум, который живет по своим законам и очень согласно воздействует на нас, мы не поймем и в искусстве ничего. И, к счастью, кафедра по Visual Studies в различных изводах появляется в российских вузах нынче. Это, в общем, уже не терра инкогната для гуманитарного знания. Сегодня, наверное, есть смысл поговорить о том, как то искусство, которое... Давайте попробуем поменять микрофон. Раз, раз, раз. Вот так лучше меня слышно или тоже? Давай. А так? Илья, говорите. Можно? Спасибо, да. Лучше слышно? В итальянском дворике акустика так себе. Поэтому давайте дадим какое-то время на то, чтобы, может, отрегулировать эту историю. Сейчас, давайте тогда я немножко просто поговорю, а вы настроите. Можно. Ну как? Лучше стало? Вам лучше стало? Да. Или не очень? Может, пересесть, потому что между динамиками? Ну, я постараюсь вернуться к своей мысли о том, что, во-первых, трудно отделаться от того, что произведения искусства тебя окружают повсюду, даже там, где их не должно быть. Ну, это понятно, это твоя культурная память и профессиональная деформация искусствоведа, постоянный поиск ассоциаций, зависимостей, параллелей и так далее. Насколько для обычного человека, современного горожанина, значимо присутствие изобразительного искусства в его повседневной практике и в его визуальном опыте. Ну, я помню, у меня была хорошая очень американская студентка, родом из Харькова, идеальная вот советская девушка, несмотря на то, что она выросла в России, когда... И она написала прекрасное эссе о своей детской памяти. Эссе было посвящено висевшей у бабушки репродукции Миши по сосновому лесу. Это был не просто красивый образец письма, но было понятно, что эта картина укоренена в подсознании его девушки, и в какой бы Америке она ни жива, это останется навсегда с ней. Но не как произведение живописи, я думаю, как что-то другое, функция будет какая-то другая в этой образе. Отчего я отталкивался, когда размышлял вот о теме сегодняшнего разговора? Наверное, самое очевидное столкновение человека современного и практик современных с музеем, это некоторые хулиганские выходки или скандальные проекты. Кто-то помнит, что несколько лет назад какие-то крутые афроамериканские рэперы прошлись по Лувру и посмотрели на экспозицию Большой галереи и что-то там исполнили. Относительно недавний скандал, это какая-то известная порно-платформа, которая разыграла сцены из произведений классических музеев с обнаженной натурой. Классические музеи, все как один обиделись, по-моему, а зря. Вроде как ролик удалили, я его не смотрел, к сожалению. Ну и, может быть, знаковые действительно жесты такого рода, это классическая пробежка в фильме Гадара. Банда парт, когда молодые обалдуи, которым нечего делать, по-моему, до того, как они пошли на ограбление, они пробегают через Лувру, побивая рекорд австралийского туриста, обошедшего его... Марин, я не помню, за сколько минут... Банда парт? Нет, я не помню, за сколько минут австралийца пошел. За сколько минут? По-моему, за минуту как раз, нет? Ну, не суть. Важно, что они пришли в музей не за картинами. Ну и, как известно, в одном из фильмов Бертолуча, по-моему, эта история была недавно повторена. Причем, как я понимаю, с важными иными акцентами, потому что у Гадара эта братва бежит по большой галерее, мимо классицистических картин, и один единственный раз камера зависает около клятвы Гораций в Закуи Давида. А в Бертолуче, по-моему, нигде не зависает. Вот такой вот пробег через музей, это для меня в определенном смысле точка отсчета вот этих отношений современного, нормального современного человека, не искусствоведа, и художественного багажа прошлого. Что этот багаж для него в современных условиях? Есть ли в этом культурном багаже различные слои? Ну, на самом деле, вот мы говорим классическое искусство и современное искусство, а что мы сейчас включаем в классическое искусство? Авеньонские девки Пикассо, они у нас в классическом искусстве или еще в современном? И так далее. И есть ли какие-то закономерности в том, как функционирует вот этот вот условный культурный багаж? Музей как некая система, противостоящая миру за окнами, за стенами музея. Какие-то общественные группы вокруг музея, концентрирующиеся в нашем музее, это, в общем, особенно заметно по тем же молодежным программам, и условно все остальные. В общем, как то, что музей полагает своим, используется, живет вне этого музея. Вот я бы, наверное, я бы пытался понять, как это работает и зачем, главное. Ну, кто, коллеги, поделится наболевшим, потому что я думаю, что у каждого есть свой опыт и внутриискусствоведческий, и как бы внешняя экспертиза с точки зрения того, что мы на самом деле все не так себе объясняем, ну и человека практикующего, который выбрал музей в качестве своей художественной площадки. Коллеги, кто возьмет первого? Да, пожалуйста, Марина. Включен уже, да? Я просто хотела маленький комментарий по поводу пробега по Лувру. Действительно, это вот как раз та история, когда некий жест придуманный, да, становится знаковым, узнаваемым, да, и с удовольствием бегут потом по Лувру кто-то еще, и, возможно, даже Лувру нужно подумать и сделать такую, скажем, такую опцию для посетителей, да, предложить им какие-то отдельные часы пробежаться, может быть, в нашем музее тоже такое устроить. Хорошая идея. Вот, для студентов специально опцию. Но я тут вспомнила о другом еще. Мы действительно привыкли к музею, к чему-то, где мы должны ходить, медленно смотреть, восхищаться. Ага, это классика, пошли дальше, вот, или там это что-то такое супер. Но вот я вспомнила, что Виктор Николаевич Гращенков нам говорил, что нужно не обязательно стоять перед картиной час, а нужно вот постоять, уйти, потом снова вернуться. Это вот нам сейчас, наверное, доктор психологических наук может объяснить более подробно. Но речь идет, мне кажется, в основном о том, насколько осознанно мы вообще взаимодействуем с тем, что нас окружает. Если мы пришли в музей и нам сказали, что это там суперклассика, да, если мы в том же Лувре смотрим на Джоконду, да, то можно вспомнить и о том, что эта картина или этот образ, который воспринимался ведь в свое время очень по-разному, мягко говоря, да, то есть в ней видели, как и такую идеальную какую-то вечную женственность и пели песни по поводу того, как она прекрасна, а с другой стороны были и тексты, в которых ее описывали совсем другими словами, совсем другими эпитетами, совсем с другими комментариями, да, проходил этот образ. Вот. Сейчас, может быть, не совсем уместно, но как-то я показывала ее и сравнивала с одним известным кинообразом. Это не мое сравнение, это сделал другой киновед, очень симпатичный, авторитетный, Камила Палья. Она сравнивала ее с героиней фильма «Основной инстинкт», если кто помнит этот фильм, да, то вот, тем не менее, сравнение было именно очень образное, именно визуальное, потому что портреты героини там преподносятся в тех же декорациях, в которых представляет свою героиню Леонардо. Это сейчас, правда, вброшено так бегло и кажется невероятным, но если говорить об этом подробно и задуматься чуть больше о тех деталях, которые окружают иногда привычные для нас образы, то это может быть очень интересно. Вот. А что касается музея, то здесь, мне кажется, нам нужно как бы подумать, вспомнить, скажем, такую классику, да, мещанин во дворянстве. Помните, когда ему говорят, что вот это есть стихи, а есть проза, он говорит, надо же, а вот я как говорю, он говорит, вы говорите прозой. И он говорит, надо же, вот наконец-то я понял, что я говорю прозой. И мне кажется, что музей очень нужен нам всем, и вот эти все как бы иногда привычные, иногда наоборот, утомительно непривычные образы, они нам нужны для того, чтобы понять, что мы говорим прозой. И эта проза создавалась многие века художниками, более или менее талантливыми и успешными, и так далее. Но мы с ней взаимодействуем, и мы, если мы не будем взаимодействовать с этой прозой, то нас окружит другая проза, то есть мы не можем закрыть глаза, к счастью. То есть мы люди, которые видят мир вокруг себя. Если мы не видим то, что построил мисс Ван-де-Рой, мы будем смотреть на, скажем, современную архитектуру городских каких-нибудь там, скажем, пригородов, и мы будем думать, что это вот так и должно быть. То есть музей, он, с одной стороны, полезен в такой вот диахронии, потому что он нам дает представление об истории, с другой стороны, он нас как бы из этой истории немножко выдергивает, и дает нам такую паузу посмотреть, подумать и вспомнить. И как бы осознать, как то, что мы видим, действительно структурирует то, что мы потом, особенно это касается режиссеров, вообще людей творческих, как мы это производим. И еще одно такое небольшое, прежде чем я передам слово режиссеру, как раз по поводу его фильма, герой которого взаимодействует с пространством музея, я позволю себе тоже одно небольшое воспоминание. В свое время у меня на экзамене Глеб Иванович Соколов, которому я что-то отвечала про античность, и упомянула Гермеса, который тут сидит, он как-то так встрепенулся и говорит, а покажите мне, как сидит Гермес. То есть вот надо было сесть в эту как бы и показать, как он сидит. Вот с тех пор я всегда прихожу, смотрю, как он сидит, и пытаюсь даже, если никого нет в зале, попробую, да, сейчас. Да, давайте попробуем. Да, давайте я подержу микрофон. Так, 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 стоп, 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 нет, вот так. А вот кто-нибудь есть еще в зале, кто готов повторить, как сидит Гермес или как стоит Давид? Вот Давид у нас перед глазами стоит, это легко. А вот давайте как блудный сын. А? Блудный сын? Да, блудный сын в Эрмитаже. А почему бы нет, а кто не был в Эрмитаже? Это уже композиция некто. Вообще говоря, мы сейчас инстинктивно, и, в общем, того не желаем. Подошли к одной из очень любопытных функций искусства, которую мы обычно, как искусствоведы, не опознаем. Я попытаюсь это передать своими словами. Есть замечательная книга, базовая для нашей дисциплины, которую уже никто давно не читает, это «История искусства древности» Иоганна Яхима Винкельмана. Она вышла из печати в 1764 году. Она создала модель истории искусства, причем не истории художников, а истории стилей. И, пожалуй, это главное, что она нам оставила в наследство, потому что атрибуции Винкельмана, хронология Винкельмана, они все уже посыпались. А вот рассмотрение истории искусства с точки зрения доминирующих общих визуальных черт эпохи, которые разделяются основными художниками этой эпохи, это вот наследие Винкельмана. И, в общем, Гёте, Гердер, Гегель этой книжке очень многим обязаны. И среди прочих особенностей этой книги выделяются очень темпераментные, страстные экфросисы, то бишь, в переводе с греческого, описание произведений искусства, вербальные. В Винкельмане есть несколько любимых произведений, которые он считает главными, центральными, эталонными. И одно из них – это Аполлон Беливидерский. Аполлон Беливидерский, который его нашли, по-моему, в начале 16 века, воздвигли в Ватикане, поклонялись ему в течение нескольких столетий. К концу 18 века студенты французской академии уже называли его «очищенной репой». Он уже вышел из канонического ряда. Хотя, если вы посмотрите на слепки, то вы его найдете, конечно. Вот почему я рассказываю об этом. Винкельман описывает его в высшей степени страстно, причем один из авторов монографии «Неоклассицизм» – Фью Оннер, англичанин, он говорит, что со времен протестантских мистиков 16 века не было такого страстного описания человечества. Это переживание красоты человеческой плоти, а Винкельман в высшей степени чувственно оценивал и переживал древнегреческое искусство. И вот он полторы страницы посвятил описанию этого бога, его спокойного чела, его гневно раздувающихся ноздрей, его красоты, его груди, красоты рук, его цветущей мужественности. И, наконец, Винкельман, который сам был маленький, точненький и смешной, заканчивает этот пассаж словами. «И я сам становлюсь в эту позу, принимаю ее и возвышаюсь до Аполлона». Тот, кто читал Глеба Успенского, нашего писателя, рассказ выпрямил, может быть, помнит, что учитель Тяпушкин, несчастный провинциал, нанятый какой-то там купеческой фамилией или дворянской фамилией, которая поехала в Париж прожигать жизнь, вот переживание собственного ничтожества и пустоты вот этого существования, отправляет шляться по Парижу, заходит в Луру случайно, случайно находит Венеру Милоскую, видит ее и понимает, что она его. Он пишет там, что я был вот такой перчаткой снятой с руки, а меня наполнили ей, она меня выпрямила. Но потом в русской жизни его все равно съела. Но вот этот момент переживания искусства и того, что искусство с тобой способно сделать, знаете, мне казалось, что это все метафорика. Но у меня не выходит из головы вот этот образ Венкельмана, который встает рядом с Бельведерским Аполлоном. А есть еще очень смешная гравюра, которую я не понимаю, она комична или нет, потому что Наполеон Бонапарт вывез из Италии, как известно, очень много памятников искусства, включая Бельведерского Аполлона и Лаокаона. И есть гравюра, где Бонапарт вот такой со своим брюшком в треуголке стоит около Бельведерского Аполлона в Лувре в позе Бельведерского Аполлона. Вот это как? Это он действительно возвышает себя до Аполлона или это над ним глумяц? Вот тут я не знаю. Что нам психологи скажут на эту тему? Его, кстати же, Энгер же выписал в виде Зевса. Понятно, что он одет по-другому, но он сидит в позе Зевса. А если вы посмотрите здесь на статую Августа из Примапорта, вы узнаете очень много, многие современные памятники, которые потом, правда, посносили в основном, но в каких-то городах они сохранились. То есть этот жест вытянутой руки... Аполлона на императорском троне в виде Зевса? Да, да, да. Но он там сидит в виде бога-отца с Кенского алтаря. Это даже точнее. А, ну вот... Ага. Я тогда все-таки попробую перекинуть мостик в ту сторону. Пока шел этот диалог, мне вот что пришло в голову. По большому счету, да, музей – это про память. Ну, про коллективную память, про хранение чего-то, да, что состоялось, уже свершилось в культуре. Даже если это ультрасовременное искусство, оно уже свершилось. Оно уже вот помещено в специальное место, где можно прийти и с ним встретиться. А что такое память? И вот тут мне в голову, на самом деле, прежде всего приходит определение блаженного Августина. Уже почти что две тысячи лет назад данная. Память – это функция, которая соединяет прошлое с настоящим и позволяет предвидеть будущее. И, по-моему, это как раз очень точное определение для того, что происходит с музейным искусством. Это прошлое, которое оказалось в настоящем, но оказалось для того, чтобы показать, а что вообще может быть. Любое произведение искусства, любой образ, который рожден художником, это образ, который не соответствует вообще ничему во внешнем мире. Это образ воображения, так или иначе. Точный слепок, это еще не мостик, точный отпечаток, точное изображение само по себе, мало кому будет интересно. Я сфотографирую эту бутылку воды, просто приделываю ее на стену. Оно не перекидывает мостика в будущее. Оно просто изображает некоторый объект и не более того. Может быть, а может быть, не так. Если мы находим неожиданный ракурс, неожиданный контекст, эта бутылка немедленно перестает быть бутылкой, а становится чем-то, что особенным образом воплотится в каждом воспринимающем. Собственно говоря, что здесь важно? Вы описываете ситуацию с Песуаром Марселя Дюшена сейчас? Почему бы и нет? Я очела о том, что любой образ произведения искусства в голове воспринимающего – это тоже принципиально новый образ. каждый увидит по-своему. И, собственно, где здесь может быть загвоздка? Загвоздка может случиться там, где этот сам образ становится просто привычной частью повседневности. То, что в народе называется «глаз замыливается». По сути, образ произведения искусства превращается в значок. Условно говоря, тут вот яблочко, оно символизирует грех, и оно всегда такое. Или вот-вот Давид. Ну, как бы вот Давид и Давид, и мы мимо него каждый день ходим, и ничего с ним уже случиться не может. Или может. И, собственно говоря, здесь возникает вопрос о жизни классических образов в современном мире. А что должно случиться с Давидом, чтобы вот произошла эта реакция катарсиса, чтобы человек возвысил себя до Давида, мимо которого он каждый день ходит, например, пол подметать. И вот это-то как раз вопрос к современным организаторам музейного пространства. Да, вот что должно случиться, чтобы не первая встреча с произведением искусства, а двадцатая встреча с произведением искусства стала снова встречей? А это не вопрос к самому человеку, который пришел на эту встречу. Вот я, опять же, держусь за два своих примера, потому что они не искусствоведческие. Они абсолютно недоказуемы с точки зрения искусствознания. Они побочны с точки зрения того, что мы считаем историей искусства, но мало ли. Но очень нравился Венкельману Аполлон, он хотел быть на него похож, и вот возбуждаясь, внутренне становился Аполлоном. Учитель Тяпушкин – это полная фикция, хотя, как мне кажется, сам Глеб Успянский переживал нечто похожее, глядя на эту статую. Я, кстати, не гарантирую, что он читал Венкельмана. Его образование, в общем, не предполагало то, что он был знаком с этой книгой, хотя книга входила в чтение гимназическое в нашем Отечестве тоже. Но вот организаторы Лувра, которые поставили на почетное место Венеру Милоску, они ведь не предполагали, что диспозиция как-то вызовет ответную реакцию. Вот шел Тяпушкин по Парижу, забрел в Лувру, уткнулся в Венеру и преобразился. То есть он несет это преображение в себе, а не в том, не то, как организован музей, каким принципом он руководствуется, предполагает эту реакцию. Ну, в какой-то степени да, но для него это, собственно говоря, картинка, а мир может быть таким. Вот его мир таким еще не был, а то, значит, вот какая-то новая возможность, которую он здесь и сейчас переживает. Но, если это его далеко не первая, и не десятая, и не двадцатая встреча с Венерой Милосской, то интересно, она для него потеряна как произведение искусства? Или она становится вот этим самым значком, который имеет некоторое значение? Вот это Венера Милоская, великое произведение искусства. Закрыли книжечку, убрали. Ну, у нас же два, если держаться за эти два примера, я постараюсь сейчас от них уйти куда-нибудь еще. У нас есть Тяпушкин, который ее впервые в жизни увидел, и он не был так особо пострадавшим по ученой части, как говорилось в рассказе Бабеля, по части искусствоведческой. Есть Венкельман, который не отходил от этого Белеведерского Аполлона, молился на него, смотрел его со всех сторон, описывал и сделал его центральным в целой художественной традиции. То есть два абсолютно разных примера. Простецца, которого преображают это произведение, и искушенного человека, который тоже преображает. Который наполняет произведение в том числе всем своим культурным багажом. Я бы не сказал, что это культурным багажом. Отключился микрофон, по-моему. Нет? Все нормально. Тут... Да и нет. Потому что, конечно, Венкельман вчитывает в Аполлона Белеведерского уже очень авторитетное произведение к этому моменту. Он вчитывает свое видение того, что есть греческая цивилизация и так далее. Но вчитывает он... Ну, вот как. Если мы прочтем внимательно этот фрагмент... Жаль, что мне пришло в голову сейчас его вспомнить, поэтому, может, конечно, посмотреть в телефоне и в гугле. Наверное, не надо. Это все-таки текст полторы страницы, написанный не с опорой на знание, а как бы имитирующий непосредственное разглядывание. Вот я вижу, умственным взором я вижу, и дальше я его описываю. То есть это в определенном смысле... Это прикидывается стенограммой. Это прикидывается, вот знаете, таким... Пеньем Акына. Я вижу вот такие глаза, я вижу такое чело, я вижу... Ну, я немножко знаю, что он стрелял в змея Пифона, и победил его, и что он бог солнца, конечно. Но в целом он имитирует столкновение с этой вещью и как бы вот заново ее описание свежим взглядом. Это имитация. Но это очень искушенная имитация. Почему-то при слове имитация все посмотрели на меня. Мы можем долго дискутировать, но вы слишком долго молчите. Окей. Я, знаете, вот подумал, извините, у меня нормально слышно, хорошо, да? Я просто... Почему-то какие-то тут проблемы со звуком, и он так немножечко гуляет, и иногда оказываешься в определенной прострации. Я вот подумал, а что вообще сейчас происходит здесь? Вот что вообще, что мы тут все... Вот вы тут сидите, мы сидим. Какое-то вот... Что вообще происходит? И знаете, поразительно... Вот я был в этом зале вчера вечером. Тут играли два пианиста. Это было что-то потрясающее. Какое-то было волшебное путешествие в какой-то волшебный мир. Я был в этом зале лет сорок назад. Маленьким мальчиком увидел первый раз Давида. Ну, сорок с небольшим, окей. Я был в этом зале год назад. Тут была пресс-конференция, сидели журналисты, мы выступали. Надо было себя как-то очень всех заводить, публику, и как-то показывать, какой мы сделали прекрасный продукт. Я как бы все время нахожусь в этом зале. И все время в разных пространствах. Все время передо мной Давид. Эти два всадника, один из которых в одном из советских фильмов преследовал Никулина, мне кажется. Да? Такое было, да? И все время это пространство, как будто бы оно одинаковое. Ну, разве оно такое же, какое оно было вчера, когда тут играли музыку Мартынова? Оно такое же? Нет, оно, конечно, другое. И вот эта трансформация, которая все время, в каждую секунду с нами происходит, в этом, как сказать, вместе, которое мы называем музей, которое как бы должно сохранить секунду вечности навсегда и зафиксировать, а при этом мы переживаем эту трансформацию. Это удивительное, какое-то удивительное место. И удивительное приключение. И, собственно, мы сейчас с вами тоже это приключение переживаем. Мы участвуем, так или иначе, вот в этой вот постоянной трансформации, которая происходит в музейном пространстве. Мы с вами такая команда, которая пришла, чтобы зафиксировать это изменение. И удивительно, вот коллеги прекрасно говорили об этом жесте копирования. И, собственно, я режиссер, я вообще как бы ничего в этом всем не понимаю. В общем, режиссер, такая профессия немножко профанная. Мы как бы больше так показать, нежели узнать. Ну, так правда, да. Просто обычно умеют хорошо делать вид, что умные, а так обычно. И поэтому я чуть больше как бы говорю из практики, а не из того, что я знаю вне практики. И говоря из практики, дайте мы сделаем так. Я покажу короткий фрагмент, трейлер той работы, которую мы делали здесь. Это фильм «Слепок». Пожалуйста, друзья, запустите, а потом дам некоторые комментарии и попытаюсь связать вот первую часть своего выступления с чем-нибудь еще. Ну, Андрей, я ненарочно вспоминал про Винкельмана и Тяпушкина. Так получилось. Но это, в общем, про то же, как ты понимаешь? Я понимаю. Если можно, со звуком, друзья. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Мы очень глубоко понимаем, про что это общество, что оно говорит. И в этом смысле и про себя начинаем понимать. А вот сразу такой вопрос. А теперь представьте себе. Я думаю, от сюда. Вот приходит в музей человек и начинает делать ровно это. Телом проживать произведение искусства. На ребенка пшикнут, на взрослого косо посмотрят, если в сторонку не уведут аккуратненько. А по сути дела, да, вы совершенно правы. Опыт пропущенный через тело, наиболее полный опыт, наиболее объемный. Есть какие-то психологические практики с этим связаны? За практиками есть и большая теория. Собственно говоря, ребенок растет из сенсомоторного опыта взаимодействия. Наш первый опыт взаимодействия с миром через пощукать, потрогать, попрыгать. Кстати, действительно, дети, когда приходят маленькие дети в музей, первое, на что они смотрят, это именно на скульптуру. То есть ты их ведешь на выставку, там, не знаю, импрессионистов. Они сразу тормозят еще там, где стоит шагающий в колоннаде на входе. То есть детям, конечно, действительно интересна скульптура. Кроме того, что, да, я обращаю внимание, что в фильме они же не копируют жесты. Это вопрос был немножко учебный. И действительно, по разделу психологии, восприятие искусства – это важно. И, кстати, говоря о том, что нельзя потрогать в музее, опять-таки, вспоминаем сегодня, что это Виктор Николаевич Гращенков, который страшно гордился тем, что он помпейские вот эти… не помпейские, но вы поняли, то, что у вас битва титанов, значит, да, он их, действительно, когда они были у нас в Петербурге, хранились, он их мог трогать руками. Это пергамский алтарь, да? Да-да, пергамский алтарь, извините. Оговорилась, простите. И он как раз рассказывал о том, что скульптуру нужно смотреть руками. Это был его такой тезис для искусствоведов. Видимо, для посетителей нет. Кстати, возможно. Ну, Андрей, на самом деле, человек, принимающий позу почти что статуи, мне встречается раз по пять на дню, когда я прохожу через Пушкинский музей, потому что селфи делают на фоне этих статуй как подорванное. И вот, особенно в той галерее. Вот это, кстати, интересно. Вот делающие селфи, они проживают каким-то образом? Или это чисто внешне? Вот это очень интересно, кстати. Я не знаю. Надо сделать исследование на типа селфи в музее. Вы знаете, вот кто из присутствующих сделал селфи на фоне статуи? Да, поднимите руку. Скажите нам, что вы чувствовали в этот момент? Только что на фоне какой? А, нет. Но исследования такие есть, психологические исследования, которые показывают на конференциях. Причем двух видов. С одной стороны, работают с людьми, которые спонтанно делали селфи, с другой стороны, специально выдают человеку на входе камеру, условно говоря, с двадцатью кадрами. И говорят, а вот сделайте где хотите. И с одной стороны, это история про формирование своей автобиографической памяти. Я был здесь, я сохраню вот именно эту вешку в своей памяти, а не ту. А с другой стороны, естественно, это история про перекличку вот с тем произведением, с тем местом, рядом с которым человек остановился сделать это селфи. Скажите нам, что вы чувствовали, когда делали? С чем? Я думаю, что проживание в моменте с этим произведением, это желание запечатлеть себя именно с этим произведением и спустя время смотреть на него, возможно, его уже отсюда уберут. И хоть... Я думаю. Хорошо. Все может быть. Это именно коннект с этим произведением, желание запечатлеть себя с ним. Не со всеми же статуями ты делаешь произведения. Мне кажется, это общая тенденция, когда человек из-за того, что это как-то модно и культурно воспевается, допустим, сейчас очень в интересе людей молодых фотографироваться в каких-то античных залах или же в какой-то итальянской культуре. То есть это, знаете, я думаю, что просто запечатление того, что ты тут был, но никакого проживания, это зачастую не имеет за собой, как мне кажется. То есть это вопрос статуса культурного, а не более того. Да, да, да. То есть если ты приходишь в консерваторию и не сделал фотографию, там, что ты был в консерватории вместе вот с этой книжечкой или либретто, то ты не был в консерватории, ты не был в Пушкинском музее, в зале... То чего-то не сфотографировано в инстаграмчик не существует, да? Да, да, да. Вот мне кажется, что это очень искусственно, и никакого проживания опыта личного тут нет. Я думаю, что если человек хочет прожить личный опыт, то он настолько вот в моменте экзальтации какой-то, что он ему нету... Он не хочет взять телефон и сфотографироваться на этом фоне. То есть он проживает, он это чувствует. То есть это интимный процесс. Ответите что-нибудь. Я думаю, это дело случая, дело каждого человека, но можно прожить, а потом взять телефон и сфотографироваться. А можно вопрос? Вот есть ли статистика, где больше делают селфи? В зале, где скульптура или в зале, где живопись? И если в зале, где живопись, то у какого произведения? То есть вы можете себе действительно во многих вещах не совсем отдавать отчет, да, когда вы приходите и что-то... В этом как раз и есть такая вот хитрость нашего взаимодействия с миром визуальным. Мы это не обязательно проговариваем, объясняем и так далее. Но мы прекрасно понимаем, где наше, где не наше, где чужое, где... Я недавно обсуждала тоже со студентами и обсуждали реакцию одного нашего политического лидера на выставку художников, так сказать, известная всем история, когда он начал кричать, топать ногами, возмущаться, и все говорили, он не понял. Он как раз сразу все понял. Это, если что, Хрущев. Он просто не стал это объяснять, он не искусствовед, он не обязан объяснять. Но то, что он это понял, это было как бы очевидно, да, по реакции. Точно так же, как и немцы в 1933 году называли определенное искусство дегенеративным, да. Это был медицинский термин применительно к этим художникам. Но он использовался не в смысле кого-то хотели лечить, да, а в смысле того, что это не наше. Вот как бы, то есть понимание есть всегда. Вопрос в том, как бы вы себе это будете объяснять еще или нет. А вот у нас. Да, извините. А вы спросили, с произведениями скульптуры или живописью больше фотографируются? По моим личным наблюдениям с Ивазовским, очень часто я вижу фотографии на фоне картины Ивазовского. Прям пользуются популярностью почему-то. Потому что это тенденция. Да, 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 скорее всего это тенденция. Просто в этом году на море не пускали, поэтому хоть так. Я помню, где 20 назад, когда я училась в художественной школе с Серова, мы очень часто ходили сюда на практику. И в греческом зале, я помню, с подругой со слезами на глазах, мы молились Афродите, и мы этого не фотографировали. У нас был какой-то такой порыв, вот прочувствовать вот это время, когда ты молишься Афродите, и там какой-то богиня, и вот это чувство прожить. Сначала переставал, 200 раз подумал, потому что уже невозможно туда ходить и смотреть это, а потом ты молишься, и какое такое чувство необычное очень было. Я до сих пор вспоминаю эти ощущения, и этот зал, и ты приходишь, что это какой-то трепет внутри, и ты прожил вот это ощущение, и воспоминания остались надолго. И это не про фото. Фото – это какая-то поверхностная для меня история. То есть ты можешь сфотографировать, и это останется в телефоне, но это не останется где-то лучше. Спасибо. В общем, да? Да, мы поняли одну вещь, мы задали же вопрос, чем мы тут занимаемся. Мы сейчас, видимо, исследуем какие-то новые возможности коммуникации зрителя с произведениями искусства в музейном пространстве. Вот были предложены моления Афродите, значит… Подражание Аполлону. Подражание Аполлону и так далее. Мне кажется, это важный момент, что действительно это то, о чем говорят современные многие художники, и не только, что, ну, собственно, зритель приходит не работать в музее, приходит именно работать в музее, смотреть искусство и воспринимать это как бы какая-то часть личной практики. И так же, как наши балетные пришли, поработали, станцевали, получился фильм, так же и у каждого зрителя, видимо, есть свой путь прохождения по этому пространству. Ну, собственно, потому эта работа, да, что… с чего я начала, да, любое произведение искусства содержит в себе будущее, его еще нужно раскрыть. Собственно, в науке психологии, если говорить об образах, да, каковыми являются образы произведения искусства, да, выделяют три их штуки. Да, образ изображения, да, взаимно однозначно соответствующий изображаемому объекту, образ-знак, условный образ, про который мы договорились, да, например, вот кружочек с красной каемочкой, он имеет значение, проезда нет, да, или вот этот иероглиф, там какие-то черточки имеют значение человек. И третий образ, который, собственно говоря, играет в искусстве, да, это образ-символ, да, там, треугольник, как образ подъема, восхождения, чего угодно, или круг, как образ бесконечности жизни, и он либо понятен, либо мы его не можем объяснить словами до конца, да, вот, собственно, символ интересен тем, в отличие от знака, которому мы дали определение, да, что его можно раскручивать, 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 и так до бесконечности. И, собственно говоря, что такое успешное, скажем, на современном языке произведение искусства, да, это вот тот случай, когда художнику удалось создать не изображение, а символ, да, и дальше уже, собственно говоря, вступает в дело зритель, который готов вычерпывать это содержание, готов расширять этот образ, или не готов. И тут, собственно, вот мы видим эти две категории зрителей, ага, я была около Ивазовского, я была около Шишкина, и даже около Врубеля я тоже был, а теперь можно идти кофе пить. Да, и вот те, которые реально устают, побывав только в зале Врубеля, или только в итальянском дворике, или только рядом с одной картиной Рембрандта, и все, они реально устали, потому что они проделывали вот эту вот внутреннюю работу по наполнению, расширению того, что сделал автор. Я бы, извините, я бы вот как-то так резко оппозицию не ставил, я вообще вот это вот то, что селфи тут вы как-то ругаете, особенно вот среди наших зрителей. Всячески за. Нет, ну были, были, мне кажется, селфи это очень полезно и хорошо, и это ты сейчас не почувствовал, а потом через 10 лет открыл, и как почувствовал, что это, ну как бы, просто это какой-то новый тип коммуникации, который не надо отвергать и как бы относиться. Вот я тут стою, типа, чувствую Давида, а вот эти бездуховные селфицы и не чувствуют. Не, нет, селфи это тот же, такой же инструмент, как узелок на платке или галочка на руке. Или эскиз, который делает художник, начинающий, который раньше перерисовывал, а теперь есть смартфон. Слушайте, а я вспомнила, как однажды я была в магазине Икея, и меня поразило, что там есть такие люди, которые стоят в отделе, и что-то такое вот ставят галочки какие-то в таких больших таблицах. А они замечают, к какому именно продукту или к какому товару человек подошел и, значит, что вызывает наибольший интерес. Вот, в этом смысле, конечно, исследование селфи в музеях, видимо, представляет тоже такое огромное поле для и психологии зрительного восприятия, и, может быть, для каких-то новых программ музейных. Ну, смотрите, мы настолько привыкли к смартфонам и к бесконечности этих… Мне интересно, а вот это все где-то находится, да, вот, все, что мы там снимаем, оно же где-то должно находиться. Вот этот мусор космический… Но все находится в облаке. Вот однажды это на нас упадет. Есть какое-то большое облако, да, в котором это все есть. А вспомните время, когда 36 кадров, максимум 37, 38-й ты уже вытаскиваешь из катушки так, что, да, и никаких селфи в этом случае нет. А потом пойди прояви еще, а потом напечатай. Ну, да, наверное, это способ, способ отождествления себя с чем-то, что тебе понравилось. Я бы сказал, что по моему опыту селфи больше всего делают на фоне скульптур в нашем музее. Ну, Айвазовского у нас нет, но с другой стороны… Ну, вот здесь, вот в этих вот коридорах, да. Может, потому что я чаще здесь пробегаю, просто по работе. И еще вот этот зал, где Венера, Милоская, там они это прямо очень любят. Прямо очень, да? Да, я просто там снимал, поэтому знаю. Было еще одно воно селфи, причем до полного отождествления. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Когда нас накрыло карантином, чем народ стал заниматься? Помните, из-за изоляции, да? То есть, это же был такой поток изображений. Каждый представлял себя там, ну, я не знаю, кем-то. И куда это все подевалось? И зачем все это надо было? Вот, опять же, вопрос в зал. А кто-нибудь участвовал в этом флешмобе? Кто-нибудь делал? Я. Колитесь, зачем? Я-то детей развлекала. Не слышно. Микротон, скажите, пожалуйста. О каком флешмобе идет речь? Напомните, пожалуйста. Из-за изоляции. Помните? Да. По всему миру прошло такое. Люди позировали, делали картины. Там некоторые из себя, некоторые из овощей, из домашних животных. Ну, как, зачем? Мы убили один день. Изоляция. А можно я вот все-таки вернусь сейчас тогда к фильму? И вот у меня, поскольку здесь есть режиссер, у меня вопросы. Ведь вы действительно не копировали, да? То есть вы входили, вот, по ходу артисты, да, которым это нужно было сделать, это люди, я так понимаю, профессиональные танцоры, да, балетные. То есть это люди, которые владеют жестом, да, на уровне вот как бы балетного языка жестов. И их приводят к статуе, к скульптуре. И они, у вас были какие-то версии, варианты? Или была какая-то спланированная хореография? Или были экспромты, которые там повторялись, вы потом выбирали? Вот так здесь было устроено все? Нет, смотрите, работа так была устроена. Мы сначала ходили с хореографами и рассуждали о том, что это за зал, что это за время. С нами встречались хранители зала, говорили с нами и так далее, и так далее. И мы вот рассуждали, собственно, про пластику. Про то, у какого времени какая пластика и чему она соответствует. И дальше как бы встречались с композиторами, которые делали музыку специально для этой истории, исходя. И дальше уже ребята работали сами, хореографы работали с балетными. Я вот, это как бы их кухня. И у каждого номера свой язык и своя технология. Там разные типы вообще. Потому что вот этот мир современной хореографии, это отдельный мир. Там очень разная, как сказать, философия работы с телом. Кто-то там жестко ставит, ты типа делаешь вот так, а и балетный обязан повторить это движение. А там в некоторых местах, там в детстве и вековье, там вырабатывается целый язык, на котором они разговаривают, балетные между собой. Ну, в общем, это отдельная история. И дальше они делали эти номера, которые соответствовали. Там было очень много совпадений. Ну, например, единственная музыка, которая делалась не специально для фильма, а мы взяли ее. Она просто нам понравилась, понравилась. хореографу. Это музыка Болошникова. И потом оказалось, что это музыка для Рима. Мы это не предполагали. И потом оказалось, что композитор ее посвятил событиям в Минске. Ну, вот последний, вот этот год, да, в Минске, которые вот там связаны с полицейским таким насилием. И номер этот, по сути, посвящен войне и такому гражданскому. Ну, понимаете, мы слушали абстрактную музыку. Мы не понимали, что там какой-то набор звуков просто. И в результате вот эти вот как бы вещи, вот я и говорю, что неожиданным образом ты чувствуешь гораздо больше, чем вербально говоришь. Ты как бы, оказывается, ты проникаешь в какие-то вещи достаточно глубокие. Ты действительно сталкиваешься через этот язык жеста, через понимание того, как он устроил. Ты оказываешься в путешествии в той или другой реальности, через которую, собственно, проходит наша героиня. Андрей, это музыка к какому эпизоду была взята? Это музыка к какому? К Риму, к Риму. Да, нет, я говорю, что это к эпизоду Рим, который посвящен войне. Собственно, хореограф его так и делал. Но об этом никто не договаривался. Это как бы случайное совпадение, которое, конечно, никогда не случайное, что, поскольку так или иначе, наша история более-менее последних 5 тысяч лет повторяется. В общем, в ней примерно одинаковые сюжеты, просто на каких-то разных этапах. И вот они таким образом совпадают. Если можно, я постараюсь вернуться к тому сюжету, который мы нащупали. Это искусство как определенный опыт для посетителей музея, причем я имею в виду условного обычного человека, не искусствоведа. То, что ваша команда делала, это, с одной стороны, да, это в серьезной степени импровизационная история. Не у каждого из... Нет, вообще, нет, Илья, на самом деле очень жесткая постановка. То есть внутри разработки было много импровизации, но уже внутри, когда мы снимали, это два дня репетиции с оператором, и движение камеры, движение человека, все отточено уже... Я хотел сказать, что это, конечно, вот то, что я попался на эту удочку, наверное, не случайно, хотя я этот фильм смотрел четыре раза, по-моему, на большом экране, и... В общем, и пятый посмотрел, и мог бы уже и расшифровать его профессионально, значит, захватывало. Это же, в общем, в определенном смысле такая, я не скажу имитация, это предложение... Это ведь профессионалы, да, это профессиональные танцовщики, профессиональные хореографы, профессиональный режиссер, да. А с другой стороны, они как бы предлагают нам пройти по этой дороге, да, потому что идея телесно пережить такую подозрительную и ненаучную штуку, как дух эпохи, да. Ну, вот был такой вот Сольд Шпенглер, немецкий философ, бешено популярный в начале 20-го века, после Первой мировой войны, который, собственно говоря, и так в большой степени эти несводимые друг к другу цивилизации описал, там, египетскую, римскую, восточную какую-то и так далее. Ну, вот такие вот сгустки цивилизаций. То есть это... Вы не предлагаете, конечно, посетителям музея танцевать в зале, но, в принципе, это определенного рода механизм восприятия. То, что меня сейчас все больше и больше интересует, к чему я пытаюсь вас вынести, да, не к тому информации, которую произведение искусства нам сообщает, или вы читаете по поводу этого произведения. Есть хорошая статья Юрия Михайловича Лотмана «Каноническое искусство как информационный парадокс» она называется. Там речь идет о двух искусствах, одно из которых нам напоминает, ну, когда мы смотрим на образ Богоматери, мы, собственно говоря, знаем уже, про что это все. И то искусство, которое нам рассказывает. Ну, Анну Каренину мы не читали, и мы не знаем про Анну Каренину ничего. Прочитали Анну Каренину, вот у нас прибылся опыт. То есть искусство напоминания, искусство добавления. Это одна из функций искусства. Меня интересует, в общем, в данном случае диалог обычного человека в музее, либо до стадии учителя Тяпушкина, либо еще до какой-то стадии. Не то, что мы узнаем, а то, что мы переживаем. И селфи, может быть, это один из способов приблизиться к такому переживанию. Вот такой вот танец, который... Кстати, а где кино посмотреть-то теперь? Мы его так фактически рекламируем, и я тоже рекламирую. Это круто, да, правда. Мне особенно в Средневековье понравилось. А где посмотреть-то? До конца осени выйдет на одной из платформ, обязательно будет в интернете. К сожалению, пока так. Вот мы сейчас, когда готовились к беседе, как раз говорили, что жаль, что выйдет в интернете немножко, потому что очень важен масштаб события. То есть так же, как и слепки в музее делаются все-таки в натуральную величину, так и здесь. Мне кажется, очень важна такая соразмерность. Ну, договорились. Мы специально для наших, так сказать, зрителей сделаем специальный показ в кинотеатре. Ждите объявления в ближайшее время. Следите за рекламой, это называется. Следите за объявлением. Нет, ну вот давайте вот для тех, кто был здесь, мы специально отправим, так сказать, какие-то приглашения. Организаторам надо как-то это напомнить, Наташа, да? Да, да, да. Как-то вы зафиксируете, что вы были здесь? Если кому-то это хочется, надо будет, очевидно, что сделать надо будет адрес оставить. Они именные, да? Будем надеяться, что это сработает. Мы постараемся это сделать, давайте так. Не, ну мы сделаем специальный показ, обязательно перед началом показа в интернете сделаем еще один раз кинотеатральный показ. И, наверное, здесь сделаем показ, посмотрим, как это будет. Здесь, в итальянском? Ну, или в итальянском. Ну, мы попытаемся это сделать. Слепок. Можно еще одну маленькую ремарку? Я надеюсь, меня психологи поддержат. Илья, вот вы говорите, да, что вот это вот как бы там профессионал, а здесь, ну, профессионал тоже человек, да? И вопрос, может быть, его профессионализма в том, иногда, насколько он, вот вы же правильно говорите про Венгельмана, как вы проговариваетесь, с одной стороны, что он профессионал, а с другой стороны, действительно, он как бы очищает себя от каких-то знаний исторических, да? И смотрит на это, ну, влюбленными глазами, да, но, тем не менее, такими вот, как бы, как сказать, как в первый раз, да? То есть это тоже такая большая способность профессионала, вот, может быть, иногда уйти от тех знаний, которые ты приобрел вокруг этого, да, и посмотреть внимательно. И не исключено, что у кого-то и осенит, как бы, не профессионала, да, и профессионал должен это оформить, наверное, да, вот свои впечатления. И это важно. Ну, если коротко, да, кроме всего прочего, профессионал – это множество оптик, да, множество, условно говоря, углов зрения, контекстов, в которых он может увидеть то или иное произведение. У каждого из нас тоже, на самом деле, множество оптик, да, я вот в этой связи очень люблю цитировать философа Мираба Мамардашвили, который писал, что человек, увидевший Сезанна, уже по-другому будет видеть любую совершенно картину, любое произведение искусства. Но у каждого из нас есть зрительный опыт. Город, телевизор, книжная иллюстрация, произведение искусства и так далее. И весь этот опыт, он так или иначе накладывает отпечаток на то, как мы увидим каждое новое произведение искусства. Профессионал умеет это рефлексировать. Мы нет или не всегда. Возможно, в этом разница. То, о чем я говорила, что музей дает эту диахронию и возможность сравнить свой собственный опыт с тем, что было. Иногда узнать, допустим, действительно в скульптуре античной какие-то современные произведения, а иногда, наоборот, отойти и подумать, насколько визуальный мир вокруг нас сейчас иной по сравнению с тем. Марина, я как раз сейчас жду возможности вам дать микрофон и попросить рассказать о вашем герое, о вашем исследовании немецком великом и ужасном искусствоведе Аби Варбурге и каких-то его... Он уж профессионал профессионалу. Он знал все музеи Флоренции, знал все архивы Флоренции. Не было книги, которые бы он ни прочел. Но, насколько я понимаю, искусство, которое он занимался, оно было в очень такой энергетической связи с ним самим. И вот эта идея формулы пафоса, которую он придумал, и довольно труднодоказуема, честно говоря, но очень эффектная. Вот она меня с другой стороны подводит вот к этому вопросу о том, что можно назвать эмоциональным воздействием изображения, знака на воспринимающего. Для Варбурга, насколько я понимаю, то, что мы привыкли считать музейными экспонатами, в общем, это такие конденсированные батареи коллективной памяти, если хочешь. Причем батареи, об которые можно серьезно удариться, она тебя стукнет током. Вот этот человек к искусству относился, по-моему, крайне серьезно. Да, вы совершенно правы, и, в общем, спасибо за и упоминание, и за то, что вы вспомнили про книгу. Я могу, Алла Верды, вспомнить про книгу переводов Варбурга, которая вышла с вашим предисловием. У нас тут сеанс взаимной рекламы, я так чувствую. Да, немножко, да, и фильм прорекламируем. Но, мне кажется, здесь, кроме профессионализма, который заключается в том, что человек много знает, много видит, да, насмотрен, начитан. История ведь в том, что потом с этим много делать, да, это много. Можно, например, там, не знаю, смотреть, там, сидеть, бесконечно сериалы или фильмы, да. Для чего, как бы, да, в чем вопрос, в чем проблема. И мне кажется, что он действительно, это сейчас, в любом случае, будет наше немножко художественное преувеличение, но это вопрос вопрошания, да, с тем, что ты приходишь, как бы, что делать. Вот была такая выставка, потом сделанная по мотивам знаменитого атласа Нимазина, и студенты назвали ее, дорогой Аби Варбург, что нам делать с картинками, да, то есть, вот что нам делать с этими, как бы, как нам с этим обойтись, куда нам это сложить, разложить. Не случайно жеватлась и Нимазина сталкивались там на одних, на одной таблице, какие-то совершенно разные, ну, как бы, разные картинки, именно картинки, да, из разных эпох, да, то есть, он видел их связь, он понимал, что это какой-то общий интерес, который движет художниками. Понятно, что художники учатся друг у друга и копируют, да, так сказать, и это не случайно, потому что у тебя есть какая-то идея, которую нужно воплотить, ты осознанно или неосознанно ищешь какие-то варианты уже до этого, этих воплощений. Вот, и, или ты находишься в что-то совершенно другое, да, ты находишь там, не знаю, танцующую в экстазе минаду, да, а тема у тебя, например, горе, и ты думаешь, а почему, ну, то есть, это сейчас так условно, конечно, рассказываю немножко, может быть, так сказать, наивно, да, но, а вот же здорово сюда тоже это подходит, да, то есть, такая инверсия тоже возможна, вот, и, конечно, для, ну, принято считать, да, что вот это проникновение античных каких-то формул готовых, да, художественных, что оно было связано и с тем, что сам дух античности вместе с этими формулами пришел, то есть, некое изменение такое вот действительно, ну, как если вы, допустим, начнете говорить по-французски, да, или там по-немецки, у вас немножко изменится, может быть, восприятие, да, мира вместе со словами, да, то есть, и так же здесь вместе с этими визуальными словами что-то приходит в европейскую культуру, и вот этот, и этот приход, да, или это такое вечное возвращение к античности, это была вот его такая, не знаю, не проблема, да, это был его вопрос, это был тот вопрос, который он себе задавал, который он пытался, вот, на который он отвечал, в том числе и вот с оставлением атласа, и подготовкой текстов к нему, то есть вопрошание, как бы, что я делаю, для чего я это все изучил, и что я заметил, как бы, как детектив, да, вот он собрал эти улики, он вдруг понимает, что эти пляжущие человечки, это не детский рисунок, да, а на самом деле нечто более серьезное, не знаю. Если можно, наверное, прокомментирую тоже этот разговор, потому что персонаж этот все еще в России не сильно популярен, а для европейской гуманитарной и американской гуманитарной науки это нынче один из первых номеров, он скончался в 1929 году, и когда нацисты пришли к власти, он был старшим сыном богатейшко-банкирской еврейской семьи в Гамбурге, библиотеку, которую он собрал, увезли в Лондон на двух пароходах. Ну, это так, знаете, это такой очень метафорический эпизод его истории, а на самом деле он занимался тем, как визуальная память транслируется сквозь столетия, изучая, в частности, приключения какого-нибудь изобразительного мотива, да, ну, вот самый яркий пример, это девушка, которая с растрепанными волосами, развиваемым ветром, бежит, и складки ее развиваются, бежит, ну, допустим, в произведениях ренессансных художников, ей там нечего делать по сюжету вообще, там нечего бегать, там, допустим, Рождество Иоанна Крестителя происходит, она тут бежит, понимаешь, с корзиной фруктов на голове. И когда он сопоставил вот таких бегущих девушек, которых он и его друзья называли нимфой, то он пришел к выводу, что, в общем, происходит какой-то определенный способ трансляции, не просто знания визуального, а опыта, и это не трансляция через знак, именно трансляция через символ, и как бы, вот почему я говорю, что это батарея памяти, да, я готов допустить, ну, зная его интеллектуальную генеалогию, что, в общем, он, как дитя позитивистского века, полагал, что, вероятно, этот самый эмоциональный и культурный опыт, он действительно фиксируется и продолжает жить в этих изображениях. Атлас Мнимазина, о котором шла речь, это последний его совершенно компьютерного века проект, когда он, что очень редко бывает, излечившийся душевной болезнью, выйдя из сумасшедшего дома, вернулся к интеллектуальным занятиям, он не столько писал статьи или общался с Эйнштейном, что было, а комбинировал изображения, взятые из различных эпох, там могли быть марки Муссолини, фотографии Дирижабля, запах на траве Эдуарда Моне, ренессансное изображение, и вот это, ну, как вы понимаете, Мнимазина – это богиня памяти, да, и, соответственно, для него вопрос культурной памяти и эмоциональной памяти был первичен. И вот те неясные связи, которые он устанавливал между этими изображениями, они, конечно, были основным сюжетом его последнего предсмертного проекта, а прелесть этого проекта в том, что он открытая структура, в нем не было фиксированного и последовательности, и, в принципе, в общем, я думаю, он разрешил бы и дальше играть этими изображениями в наших собственных целях, что очевидно и происходит. Вот тут мне действительно важна была еще одна его идея, так называемая формула Пафоса, где он обращает внимание, что он приходит к выводу об этом существовании такого рода формулы на примере гравюры Диогра «Смерть Орфея», где убиваемый вакантом Орфей пытается защититься или призвать как-то рукой. И эту руку он затем находит в целом ряде произведений, приходит к выводу, что здесь важно не плюс или минус. Это может быть смерть, это может быть революция Давида, только не нашего Давида, Давида Андрея Далькастания, так выброшенная рука. Мы, в общем, эту руку-то знаем, там, по Эйзенштейну, допустим, по плакатам всевозможные. То есть система работает, а важно не плюс или минус, он умирает или он торжествует, а сама сила эмоционального заряда, вот эта самая формула Пафоса, и это снова обращает меня в данном случае к тому, о чем мы говорим. Это вот батареи стоят, да, даже если они гипсовые, они обладают определенной силой эмоционального воздействия, о чем мы вообще-то забыли. Это не мое желание в этом говорить, я как искусствовец скорее бы говорил о рациональном. Да, собственно, короткая ремарка. Небезызвестный психолог Карл Густав Юнг словечко придумал для того, что Варбург описывал, да, словечко архетип про форму, да, для Юнга это далеко от позитивистской науки, это такая вот форма или канал для направления психической энергии, которая человеку присуща. Да, если мы говорим, что это психическая энергия, да, это некоторый заряженный образ, то, естественно, соприкосновение с ним должно дать этот эмоциональный отклик, да, Венера, Аполлон, что угодно, наивный наблюдатель, не наивный наблюдатель, но если мы попали в архетип, яркая эмоциональная реакция обеспечена в юнговской трактовке. Вот удивительно, что Юнг и Варбург принадлежат к одному языковому пространству, к одной эпохе, но нет свидетельств о том, что они пересекались. Нет ведь? Нет. Ну, нет, как бы. Ну, читать могли. Подождите, он же как раз в клинике, то он был у Бенсвангера, а Бенсвангер был учеником Юнга. То есть в этом смысле, да, есть и здесь такие пересечения. Но он был... Лично... Лично нет? Нет, но зато, вот если говорить лично, это как раз тема, связанная с современным философом, с Эрнстом Кассирером, да, у которого есть символические формы, такие как... Ну, опять-таки сейчас в очень кратком изложении, да, он говорит о том, как влияют, да, символические формы, это не какие-то фигурки, да, это именно форма, как способ установления связи человека с окружающим миром, да, это язык, миф и научное познание. И вот впоследствии, как бы, и у Кассирера, благодаря тому, что он работал в библиотеке Варбурга и переписывался с Варбургом, вот тут тоже возникает такое взаимодействие, как бы, да, когда они понимают друг друга, понимают, что, может быть, где-то их интересуют близкие какие-то вещи, близкие темы, и вот впоследствии, как бы, у Кассирера есть более поздние труды, где он пишет много об искусстве именно, и о роли искусства тоже вот в установлении этих связей. Поэтому Варбург был, конечно, в круге очень интересных людей и продолжает находиться в нем. Ну, да, и я поддержу, что вопрос это на самом одни и те же, с двух разных точек зрения. Без произведения искусства нет воспринимающего его зрителя, без зрителя нет, не существует произведения искусства, оно существует в восприятии каждого конкретного зрителя. И, собственно, и искусствоведу, и психологу интересен вот этот вот акт их. Взаимопроникновение, совпадение, несовпадение, просто либо описанный на языке произведения искусства, на языке визуального ряда, или на языке происходящего в голове у воспринимающего. Хорошо, что мы вышли, в общем, на эту самую проблему, на очень личный диалог, причем эмоциональный, и я бы даже сказал физиологический диалог с произведением. Причем я вот боюсь, что он далеко не каждую минуту может состояться, и не всегда. Музей – тяжелое место, где вот таких вот потенциальных собеседников, там у тебя армия, да, ты приходишь в музей, и даже если ты не пережил вот этот самый инсайт, и сразу устал и ушел, два часа отходил, то уже никакой. Потому что это, конечно, очень эмоционально поглощающая тебя среда. Может быть, мы, поскольку мы говорим час-двадцать, и очень благодарны тем, кто нас терпеливо слушает, может, кто-то спросить хочет о чем-то нас, перед тем, как мы, не подводя никакого итога, потому что этот итог невозможно подводить, как вы понимаете. Я очень люблю выражение от реста летзора, дадаисты, мысли рождаются во рту, в этом отношении, я вижу, прямой смысл в говорении, в публичном говорении. Может быть, есть желающие спросить чего-нибудь, или высказать некое соображение в форме вопроса или реплики. Да, вот может коллеги поделятся, особенно те, которые часто ходят в музей и водят туда студентов. Так. Вот я вижу эту. Я вижу эту коллегу. Да, я вижу эту коллегу. Может быть, какие-то вопросы действительно есть. Жалобы или предложения. Тут хочется танцевать, делать целую. Я хотела сказать, что по поводу танцевать, и столько идей, сколько здесь сегодня набросала аудитория по поводу того, как можно вообще оживить искусство и сделать его, ну, условно, более привлекательным, потому что для кого-то важно делать привлекательным, а кому-то, ну, в общем, и так хорошо с этим жить. И никогда он не пройдет мимо Давида, чтобы так не отпечаталось что-то и не развило его в очередной раз. Я хотела спросить с точки зрения психологии. Вот мы говорили о классическом искусстве в контексте современной визуальности. И здесь, мне кажется, ключевым словом является классическое искусство. То есть это то, что прошло через горнило времени, времен. И то, что уже действительно поколениями, поколениями, поколениями было проверено. И сейчас мы, каждый по-своему, начинает читать это в разном возрасте, разные видеть и так далее. А вот меня больше интересует современное искусство. Можно по отношению к современному искусству понять, что за архетип перед тобой. Вот, например, у меня есть обожаемая, умнейшая, образованнейшая подруга, которая говорит так, я современное искусство ненавижу и смотреть не буду, ты меня даже туда не затащишь. И вот такой вот блок стоит. А ведь там наверняка тоже есть какие-то бриллианты, которые потом окажутся. Что с точки зрения психолога и отношения эмоционального с искусством вы бы могли сказать, например, Наталья? Можно я перед психологом скажу, что когда мы говорим, что что-то устоялось, это тоже так же, чуть-чуть мы кривим душой, потому что что-то устоялось, что-то не устоялось. Что-то еще там сто лет назад считалось, или пятьдесят лет назад считалось ерундой, а сейчас мы это достаем из архивов и считаем, что это важная для искусства вещь и так далее. Я так понимаю, я не очень издалека слежу за тем, как развивается изучение истории искусства, но там очень много открытий и трансформаций происходит по отношению, и переоценок по отношению к прошлому, в этом смысле. И вообще, когда вы говорите о современном искусстве, тут хотелось бы понять, какой пили... Включая Пикассо. То есть, а импульсионисты еще проехали или как? Они как-то уже проехали, да. Их уже воспринимают. Ну вот импульсионисты проехали с Пикассо. Это вот, кстати, вопрос к искусствоведам. Вот в самом начале возник такой вопрос, повис, но это второй уже, как факультативно. Что современное искусство, а что классическое? Ну это так, ремарка на полях. К психологу. Да, ну, собственно говоря, мой ответ невозможен без ответа на вопрос, что есть современное искусство, что есть классическое. Какий у нас звон получается. Но смотрите, на самом деле, да, в каждом конкретном диалоге зрителя с произведением искусства ключевой вопрос, да, удалось ли данному конкретному автору докричаться до данного конкретного зрителя. То есть вот удалось ли зацепить, удалось ли вызвать эмоциональную реакцию, неважно, разбросанными пятнами, выстроенными кубиками, искаженными частями тела и чертами лица. Если не удалось, ну, значит, вот данный конкретный диалог просто не сложился. Если удалось, то это вообще великая удача для любого художника, современного, несовременного, да, встретить того зрителя, который вот смог пережить, смог воспринять то, что художник хотел выплюснуть вот конкретно в этом произведении искусства. И, собственно говоря, да, вот вопрос, а где граница? Античная скульптура, ну, наверное, классическая. А кому-то неинтересно, а интересно Роден. А кому-то Роден, ну, это же вообще там пошлое, разве так можно, а вот зато средневековая деревянная скульптура. А нет, у них черты лица неправильные, разве это искусство, разве это произведение, это вообще что, да, то есть вот мы можем вообразить себе в пространстве музея, особенно у большого музея, огромное количество подобного рода конфликтов, диалогов, чего угодно. Да, вопрос, чего вы ищете, да, чего подруга ищет в произведении искусства. Она найдет там то, что она ищет, или не найдет, и пойдет смотреть на другое произведение искусства, где найдет. Человек, счастье, у существо, чем бы нам нейробиологи не грозили, обладающая свободой выбора. Как ни странно, здесь очень интересная история. Мне кажется, во-первых, это вопрос установок, привычек и, собственно, не имеющий даже отношения как к таковому, к искусству, а скорее имеющие отношение к некой учености, которая все-таки у каждого человека присутствует. То есть если его в детстве научили, что вот это хорошо, он ходил, ходил, смотрел, потом говорит, а вот это теперь посмотрим. А нет, нет, тут уже все, предел. Про это меня не научили, допустим, условно говоря. То есть это вопрос действительно визуальных привычек, предпочтений. Иногда вопрос того, что считается там, не знаю, приличным или неприличным. То есть здесь очень много всяких факторов, которые влияют. Не напрямую они связаны со зрительным восприятием, хотя и это тоже, если вы видите что-то очень необычное, вам трудно к этому привыкнуть. А они связаны именно с таким вот условным гидом, экскурсоводом, учителем или кем-то еще, который вас уже научил. Вопрос, будете вы через эти границы переходить или нет. Я могу привести пример обратный, который связан с кинематографом. Очень часто люди могут смотреть современное кино, могут посмотреть там кино 90-х годов, страшно сказать, уже старое, да, там 80-х, 70-х, 60-х. Но смотреть кино там 40-х, 30-х и так далее невозможно. Не говоря про немое кино. Кстати говоря, вот мне это ужасно интересно, но иногда народ тормозит на 30-х, 40-х, потом приходит к немому кино, говорит, о, немое кино, это кайф. Да, то есть это действительно тема для докторской диссертации, и, по крайней мере, для отдельного обсуждения. Удивительным образом мы вчера это с Новым Михайловичем Клейманом обсуждали, этот момент, что кино 20-х, 30-х годов, конечно, более авангардно, чем современное кино. И это очевидно. Не все. Не все, нет, не все. Это действительно вопрос привычки, но привычки, воспитанные как зрительно, чисто, так и, скажем так, рационально, вербально и так далее. Я позволю бы себе сделать одно безответственное наблюдение или заявление. Я думаю, что современное искусство начинается там, где, и вообще слово современное искусство, там, где есть соучастие зрителя. Вот там, где вы способны соучаствовать искусством, там начинается современное. Потому что что значит современное? Это значит здесь и сейчас происходящее. Вот вы сейчас смотрите на Давида, и вы с ним сопрягаетесь, и здесь происходит современное искусство. Вы смотрите на произведение товарища Пупкина, только что представленного перед вами, или вот там говорящего Сильвестрова перед вами. Это для вас, ну, как бы, есть современное, актуальное высказывание, если вы ему сопричастны, как зритель. Если вы способны участвовать в сотворении и производстве того, что вы видите, то тем или иным образом, то это искусство современное. В этом смысле непринятие современного искусства есть непринятие соучастия. Это позиция, ну, как бы, я не хочу ни в чем участвовать, везите меня, развлекайте, чешите мне пузо. Даже не только я не хочу ни в чем участвовать, скорее, я не хочу меняться. Да, у меня есть привычки, у меня есть ожидания, и я готов воспринимать то, что соответствует моим ожиданиям. А если тут эти самые скульптуры начинают оживать и плясать, это уже не соответствует моим ожиданиям. Хочу меняться, не хочу меняться, вот вопрос. Это вопрос про меня. Это вопрос не про современное или несовременное искусство. Соучастие, как и любой диалог, это всегда определенные изменения. Вот мы сейчас с вами разговариваем, в процессе испытываем, так сказать, определенную трансформацию. В этом смысле, да, мы что тут за трансформацию все? Ну, я бы с Андреем согласился. Он, как художник, выхватил центральную особенность современного искусства. Но я бы и начал тогда это современное не сейчас, а, например, с Поля Сезанна. Потому что, когда ты смотришь на его натюрморты или на его пейзажи, это очень хорошо в свое время объяснил Глеб Геннадьевич Поспелов в одной из своих статей, как смотреть Сезанна и как его понимать. Ты ведь, почему его так, собственно говоря, тяжело принимали? Потому что он не дает вам готовой картинки, не разговывает пейзаж, не... Он требует, чтобы вы эту картину, которую он отдельными мазками пишет, фактически вместе с ним собирали, как пазл, как мозаику. То есть он уже предполагает, несознательно, если бы мы его сейчас посадили сюда и спросили, Сезан, вот вы этого хотели? Он говорит, да нет, ребята, просто мне по кайфу было писать эти картины. А кто-нибудь еще добавил бы, что у него там со зрением, наверное, были проблемы, и поэтому он так мазочками все это и писал. Но если мы пытаемся понять скульптурный смысл того, что он делал, он был не один такой. Тот же самый Ван Гог, он ведь предполагает, что мы все эти мазки мысленно собираем внутри себя, эмоционально, несознательно, конечно, но собираем. И вот тут совсем другие отношения между зрителем и художником складываются. И вот то, что вы описывали, как бы психологию восприятия, я бы сказал, что это психология современного восприятия, потому что вы много раз говорили чувствовать, там, открыться, установить контакт. Я думаю, Микеланджело, в общем, не на это особенно рассчитывал, когда свои статуи боял. Он исполнял заказ Флорентийской республики, транслировал некую определенную идеологию изгнавших медичи горных собой горожан. Но он-то как раз очень хорошо ощущал эмоциональное воздействие искусства вообще своих статуй. Но я бы сказал, что все-таки классическое искусство в очень большой степени апеллирует, как бы мы не спекулировали об эмоциях, к рациональному восприятию. И оно упаковывает свое высказывание в, ну, как таблетку, да, в растворимую оболочку. А современное искусство – это тот порошок, который тебе надо самому высыпать в воду и выпить его. Это будет, может, неприятно, но тебе придется это сделать. Вот для меня такая разница. Я согласен с Андреем, условно говоря, да. Оно требовательно. Оно включает тебя. Хочешь ты того, этого или не хочешь. Классическое – там уже различие. Потому что вот Караваджо, вчера, по-моему, исполнилось 450 лет или сегодня, в общем, как в какой-то байке про 90-е годы, музыкальная радиостанция. Сегодня 200 лет Антонио Вивальди. Молоток Антонио, да. Вот Микеланджело – молоток, 450 лет, а все как новенький, да. Его не случайно делают одним из отцов или дедов современного искусства. Почему? Это как бы другой разговор. Я могу об этом долго говорить, но уже поздно и хватит. Но мы говорим о каких-то базовых моделях. Да, и с точки зрения базовой модели, Андрей нам очень точно указал вот эту самую точку разбичь. Еще кто-нибудь спросит что-нибудь? Или мы довольны, или не очень довольны, расстанемся? Нет? Нет? Все. Тогда спасибо участникам, спасибо LG Signature. Спасибо всем, кто слушал, спрашивал. Приходите еще.